Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вайхом Кредит, меня зовут Туринез. Как вас зовут? Андрей Витальевич Гурьев. Необходимо услышать. Да. Как вас зовут? Денис, просто Денис, то есть я могу вам обращаться на ты, просто Денис? Меня зовут Тузин Денис Сергеевич. Фамилию, пожалуйста, еще раз. Тузин Денис Сергеевич. Тузин Денис Сергеевич. Денис Сергеевич, все верно. Скажите, пожалуйста, Денис Сергеевич, как я могу убедиться в том, что вы являетесь работником банка? К сожалению, я так думаю, никак. И как вы думаете, у нас с вами получится конструктивный разговор? Ну, смотря как вы это, с какой стороны посмотрите, то есть как вы ответите? С правовой. Я представился вам, меня зовут Денис, я являюсь сотрудником отдела контроля оплаты, если вы меня не услышали, банка в хом-кредит. Ну так вы рассудите, пожалуйста, я вам задал вопрос, получится или нет. С правовой точки зрения. Когда я прихожу к вам в банк, да, я в первую очередь представляюсь, да, представляю вам какой-то документ, который мне дает право, да, осуществлять какие-то действия в отношении, да. Вы представляете свой документ? Ну да, представляю свой документ, когда в банк прихожу. Документ, удостоверяющий личность, правильно? Или что, или я могу это сделать, да? Андрей Витальевич, давайте грубо скажем, да, не тянуть время. Ну, это, по сути дела, относится к делу. Вы не отказываетесь, правильно со мной говорите? Да, потому что я не могу удостовериться. Хорошо, так и скажите, что вы общаться с сотрудниками банка не желаете. Да, я не отказываюсь общаться с сотрудниками банка. Да, давайте, давайте. Да, конечно, конечно. Как я понимаю ранее, вы так не говорили, а любезно общались с сотрудниками банка, да, сейчас, получается, почему-то не хотите общаться. Ну, я, в принципе, понимаю, почему. Ладно, в таком случае, сами в ближайшее время связываются наш другой сотрудник, если вы со мной не желаете. И смысл в этом. Если вы с ним не обвиняли меня пообщать, еще один за нами будет. Ну, так почитайте комментарии. Там же все ясно и четко прописано, какую я придерживаю позицию в отношении банка. Ну, правильно, поменяйте работу, пожалуйста. Что, что еще раз про комментарии вы сказали? Ну, правильно. Ну, так я прошу от вас выполнять свои функции, да, соответствуя законодательству в Российской Федерации. Вы имеете полное право со мной связываться, но при этом, но при этом обработка личных данных должна осуществляться согласно законодательству Российской Федерации. Так как мы с вами граждане, мы обязаны придерживаться данного функционала. Ну, вот вы мне сказали, придерживаться законодательству. Хорошо, какого законодательства? У меня отзывчи, пожалуйста. И что там написано? И что там написано? Откройте, пожалуйста, пункт первый и по пятый. Читайте в интернете. Пункт первый, по пятый. Какой статьи, какого закона? Какой статьи, какого закона? Об обработке личных персональных данных. Ага. Угу. С первого, по пятую часть. Я говорю с первой статьи, по пятую. Со всеми пунктами, которые там есть, а их достаточно. Можете ознакомиться. Вы сами дополнили, что вы сейчас сказали? Да. Видимо, если вы не понимаете, это ваша проблема. Андрей Викторович, Андрей Викторович, Николай, вы с первого по пятой статьи. Чего? Законодательства. Какого кодекса? Ох. Какого кодекса? О персональных данных. Вы знаете, за понятие растяжимое, правильно? Очень растяжимое. Вы знаете, что такое законодательство? Да, да. Вот. Гражданский кодекс, уголовный, газаток подсваивающий. Ну, это в ваших интересах найти. Какого кодекса? В ваших интересах. Не скажите, вы так вы сами не понимаете, что вы сейчас Гражданское право. Идите и ищите. Вы что меня мучаете? Вам просто... Гражданское право? Да. Так вы просто не знаете, о чем вы говорите. Я прекрасно знаю, о чем я говорю. Ну... А вы, видимо, не знаете. У вас там есть методичка ваша специальная. Можете посмотреть, в ней у вас там все прописано. На обработку персональных данных вы говорите? Я не имею права, да? Сейчас. В каких... То есть... Мне не сказали ни кодекс. Правильно вы мне сказали? А я вам не обязан об этом говорить. Почему вы в том кодексе? Я вам об этом не обязан говорить. Если вы сами не знаете об этом. Почему это я не знаю? Я-то знаю, а вы не знаете. Что вам? Зачем? Зачем мне это нужно? В этом стоит вопрос. Не в том, что я знаю, а что и не знаю. Я вам и так уже достаточно сказал. Да вы воду льете просто какую-то. Вы можете мне доказать спокойно, что вы сотрудник банка, да, посредством каких-то иных сообщений и вести со мной конструктивный разговор, а сейчас вы вльете воду и звоните с непонятного номера телефона. Я могу убедиться, что вы сотрудник банка вот с этими данными, которые вы мне предоставили? Вы со мной спорите, да, вот как я не знаю, как в подворотне и за 10 рублей. Вот я не вижу в этом смысла сейчас и тем более конструктивного разговора. Это даже не разговор, это какое-то подобие его. Так все позволительно, да, вашему банку или что? В каком смысле позволительно? Ну, позволительно вести такой разговор. То есть это ходит в ваши нормы или что? Я вот понять не могу. Ну, вот такой вот, знаете, воду лить там и все. Какой такой воду лить это? Это, это, ни о чем, грубо говоря. Мы с вами, я что, некорректно выражаю? Я говорю, что вы некорректно выражаетесь. Я говорю, что вы воду льете. Давайте ближе к деву. Вы докажете мне или нет? Вы мне докажете, что вы сотрудник банка или нет? Не переведите тему. У нас основной разговор, вы уходите от него. Каким образом я могу доказать? Вы можете связаться по телефону горячей линии. Вот точнее, с кем бы у вас. Мне это нужно. Да? Ну, я не знаю, но это вам надо как раз таки. Это вам нужно доказать, что вы сотрудник банка. Вы мне звоните. Не я вам звоню. Если, если я вам позвоню, если... Ну, давайте, 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 давайте. Продолжайте, я послушаю. Я вам представился. Я вам представился. Ну, и что? Ну, вы представитесь. Я не сотрудник банка. Я сказал, да. То есть, вам необходимо будет убедиться в этом. Ну, или... Мне нужно будет убедиться в этом? Это вам нужно убедить меня, что вы сотрудник банка. Вы мне звоните. Вы выходите со мной на свечу. Не я с вами выхожу на свечу. Если не необходимо, будет... Я вам объясняю. Смотрите, ситуация такова, что я связываюсь с вами по телефону, при заключении кредитного договора, как одноносто судовый номер телефона. Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Ну, подождите, пожалуйста. Что вы говорите? А почему вы говорите, что вы говорите, что вы говорите? Ну, подожди. Ну, продолжайте. У меня не так много времени. Ну, вы его сами у себя отнимаете, понимаете? Да, я понимаю. Ну, продолжайте. Я вас внимательно слушаю, Денис Сергеевич. А ты, Виталий, секунду, я таки по телефону связываюсь, который оставил как основной судовый номер телефона, и поэтому номер телефона, вы имеете право предоставлять информацию. Не совсем. То есть вы, хоть не вы... То есть вы имеете право постороннему человеку предоставлять информацию, да? То есть третьему лицу разглашать данные по этому телефону. Третьему лицу. Вот по данному номеру телефона, если вы предоставляете... Скажите, а как... Нет, не имеете права это делать. То есть, по сути дела, да? Не третьему лицу. Не третьему лицу. Если вы представитесь как вы, либо как ваш родственник, то да. То есть вы моему родственнику тоже можете разгласить информацию? А если это дальний родственник? Если он вообще никакого дела не имеет? К моему договорному отношению с банком. А какие отношения имеют к этому родственники? И какие родственники? Ну я бы с вами еще пообщался. Вы мне так и не смогли доказать, что вы сотрудник банка. Я вам примем очень...